приветствую вас на своем канале ставьте лайки и подписывайтесь и вновь природный цикл продолжается наступила настоящая зима и первые декабрьские холода успели уже ударить по городам и селам нашей необъятной родины а это значит что количество потребляемой энергии резко возрастает здравствуйте и первые зимние дни мы встречаем в прекрасном русском городе ярославль температура в этом древнем городе во время съемки составляла около 30 градусов со знаком минус именно в такую погоду разумеется проблемы энергоэффективности были как нельзя актуальны именно здесь в ярославле проходил всероссийской ярославский международный энергетический форум в работе форума приняли участие как известные в россии энергетические компании так и те кто только приходит на наш рынок одним из наиболее интересных на мой взгляд была продукция представленная немецкой компанией специализирующейся на производстве и внедрению технологий альтернативных источников энергии солнечных батарей систем отопления основанных на использовании биогаза гибридных моделей отопления в переславле есть тэц которая построена в конце семидесятых середине семидесятых изменяет она хорошая работающая но она очень старая старая морально то есть она не низкий кпд а для кпд то есть эффект перегонки топлива газа в тепло это самое главное в экономике такой любого такого устройства как теплогенерирующего установка поэтому идея была изначально найти компанию которая могла бы нам заменить более устойчиво с низким кпд на высокий и мы вот сейчас нашли после долгого отбора и тендера мы договорились с немцами заменить оборудование это комплект оборудования это комплект оборудования для котлов которые делают горящий водный пар и комплект генерации то есть установка которая делает из газа электричество холод и тепло все это вместе позволяет нам получать максимум отдачи от газа который получаем качестве сырья это снижает издержки на генерацию тепла и электричества это снижает капитальные издержки на ремонт там это дает что новое оборудование будет и позволит получать прибыль там сейчас прибыль не получается нужно особо подчеркнуть что вся продукция универсальна и позволяет использовать ее самых разных помещениях как в больших жилых массивах так и в среднем загородном коттедже в основе нашей работы лежит два основных принципа энергоэффективность и энергосбережение мы стараемся делать так чтобы производство энергии особенно ее потери были сведены к минимуму именно поэтому особое внимание мы уделяем возобновляемым источникам энергии не забывая при этом и про классические ископаемые основной проблемой современных крупных электростанций и энергогенерирующих компаний является низкий коэффициент производительности в частности обычные электростанции работающие на угле выдают только 35 процентов полезного продукта от общезатратных ресурсов причем это характерно не только для россии но и для германии именно поэтому нами разрабатываются такие системы которые позволяют использовать и получать всю необходимую энергию на 99 процентов более того хочу особо отметить что наши агрегаты являются универсальными наряду с электрической энергией они вырабатывают и тепловую все дело в том что в отличие от других систем в наших системах нет энергоотходов абсолютно все виды энергии получаемой в процессе производства используются основной принцип взаимозаменяемость всех типов энергии благодаря этому расход топлива по сравнению с обычными системами отопления будет в три раза меньше также нельзя забывать о том что мы не имеем права не использовать источники энергии которые буквально сгорают и не приносят при этом никакой пользы даже наоборот в первую очередь мы имеем ввиду отходы деревообрабатывающей промышленности опилки щепу и прочее использование таких источников энергии позволит и позволяет во-первых удешевить процесс производства энергии во-вторых сократить количество вредных выбросов а значит сохранить экологию того или иного района и разумеется сделать энергию доступнее для конечного потребителя очень долголетние там использование такие солнечные коллекторы сейчас например на инсталлировали в очень большем гостинице в амудавии где есть очень жесткие так сказать условия там есть очень крепкие слонцы это панели должны работать не меньше чем 20 лет и они исследовали разных производчиков этого оборудования и использовали эти батареи там есть больше более 600 таких коллекторов и если мы говорим о мощности там есть слонцы привязательно 2 киловатты на один квадратный метр мы говорим здесь о мощности больше чем 1 мегаватта тепловой энергии из этой энергии снабжается конечно все там на горячая вода и тоже охлаждение на большие там гостиницы комплекс так что я могу это по качеству сказать и с немецкой срочки зрения если человек построил дома он все построил и он 25 лет не хочет ничего больше там изменять пока затраты на сервис она очень очень высокие поэтому такие качества они должны минимально 20 лет работать с завода мы даем 5-6 лет гарантии полной гарантии но сейчас у нас не было никаких там претензий до тех пор к солнечным батареи в нашей стране как правило относятся весьма и весьма скептически оно и понятно принято считать что в россии лето крайне короткое однако зима весьма и весьма длинная однако это не совсем верно при довольно низкой температуре воздуха количество именно солнечных дней а соответственно и лучевой энергии вполне достаточно для использования солнечных батарей солнце является одним из самых больших и доступных источников энергии именно поэтому мы приняли решение использовать солнце в качестве источника энергии причем опять же не только электрической но и тепловой здесь в россии зимой как мы сегодня видим очень много солнца благодаря чему как мне кажется солнечные батареи вполне могут быть применимы в россии причем эти системы особенно хороши именно в загородных домах также одной из основных тем форума стал мониторинг и контроль энергопотребления согласитесь именно учет и контроль потребляемой энергии является залогом того что вы не будете тратить деньги зря и также не будете выбрасывать их на ветер однако здесь на форуме специалисты говорили в первую очередь о систематизации контроля в государственном а в данном случае областном масштабе однако не стоит забывать что загородные дома также являются неотъемлемой частью энергоструктуры того или иного района и то какое количество тепла и другой энергии поступает в район как контролируется ее использование зависит в том числе уровень комфорта проживания в загородном доме на объектах детского детские сады значит образовательные учреждения то есть школы и жилищный фонд причем важно подчеркнуть что это комплексный учет всех видов коммунальных ресурсов электрической энергии тепловой энергии и воды проект один из прорывных я не побоюсь этого слова почему потому что реально в российской федерации не очень много реализовано таких вещей часто ограничивается просто установкой приборов учета на домах на объектах и не увязывают их в в системы в системы сбора информации а будущее именно за такими системами которые позволяют увидеть оценить значит получить информацию и о текущем и о предыдущем потреблении на этом основании спрогнозировать будущее потребление они автоматизированы не требуется люди которые обходят заглядывать там по подвалам или еще где-то записывают на бумажке так сказать показания счетчиков потом относят значит соответствующие энергоснабжающие организации для того чтобы выставить счета здесь в этой системе которая сейчас вот работает и можно будет посмотреть этими данными можно будет может пользоваться как потребитель так и производитель ресурсов любая заинтересованная сторона процесс потребления ресурсов становится прозрачным и он может быть отслежен в режиме реального времени я так сравню наверное вот с системой автомобильной так сказать индикации что происходит машине вот где там есть показания сколько вы сейчас потребляете топлива двигаясь вот в этом режиме на трассе и совсем по-другому вы себя ведете когда вы видите что у вас расход переваливает за 20 за 30 литров да то есть вы стремитесь к получению оптимальных значений расхода точно так же и тут если руководитель или потребитель видит что у него объем сейчас потребление ресурсов резко растет или то есть он принимает меры это создает условия для управления процессом энергопотребления потому что именно это это основа энергоэффективности и возможности производить реальную работу по энергосбережим ростов говорил афьян тутаев данилов значит в этих городах внедрены наши объекты 47 объектов 10 муниципальных учреждений это школы сады физкультурно-зарительные комплексы больницы и 37 многокартин жилых домов но спустимся в город ростов находящийся далеко за 100 километров от нас и зайдем на любой объект вот мы видим здесь 10 объектов города ростова заходим на объект видим всю схему по потреблению энергетических ресурсов электроэнергия холодная вода горячая вода отопление значит все показания которые вы видите это показания снимаем в режиме реального времени значит вся информация которая снимается сейчас она заносится в архив то есть ведется статистика на основании которой в дальнейшем можно делать анализ по потреблению при какой температуре наружного воздуха какое было потребление соответственно в данном учреждении что в дальнейшем возможно да то То есть составление, какая температура прогнозируется в Гидрометеобюро, значит такое будет потребление. Производителю сообщается о том, что, возможно, выработка энергоресурса потребуется в таком-то размере. То есть это вот аналитика. Тут обогреватели включают тепловую энергию, то есть видно, что растет. Вот это вот режим реального времени. Значит, данная система в дальнейшем что позволяет? Мы передаем информацию всем заинтересованным сторонам. То есть это теплоснабжающие организации, энергоснабжающие организации, электроснабжающие. Для абонента, для самого физического лица это дает, что в дальнейшем человек войдет в свой личный кабинет и может увидеть потребление помесячное, либо даже подневное у себя в личном кабинете с возможностью распечатки квитанций и оплаты в банке. То есть это будущее данной системы. То есть сначала объекты непосредственного управления, где оправдана бюджетная инвестиция, отработка технологий, подключение других объектов, то есть отработка технологий с многоквартирными домами и затем широкое распространение этих систем, куда безусловно могут войти и частные дома. Конечно, при расчете потребляемой энергии в первую очередь необходимо учитывать не только сами энергозатраты, но и важнейшим фактором сохранения энергии являются материалы, из которых построен ваш дом и, конечно же, их теплопроводность. Конечно, любой производитель расширяет искусственно даже зачастую спектр и нишу применения своих материалов. Задача потребителя как раз смотреть свойства этих материалов для потребителя. А нужно ли это мне? То есть произвести и сделать сейчас можно много чего. Но нам, как потребителям, нужно смотреть, а надо ли нам это использовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, мы только что посмотрели сюжет о газосиликатных блоках, узнали о его свойствах. Ну и здесь мы видим, соответственно, вот эта стена также из газосиликатных блоков. Да, но это наружная стена. Мы подошли сюда потому, что все оштукатурено, ну и непонятно еще все это сделано. А когда видно, вот остались откосы не оштукатурены. Вот этот газосиликат, как и положено, газосиликат, он уложен на клеевой раствор, тонкий клеевой шов. А штукатурен изнутри. И здесь следует поговорить прежде всего о второй большой особенности газосиликатных блоков. Это его тепловые свойства? Нет, не совсем. Это его влажностные свойства. Потому что тепловые свойства у него очень неплохие. Вот, но так получается, что они зависят очень от влажности. Вот, пойдемте, наверное, нарисуем схему. Схему. Вот мы имеем, грубо говоря, стену из газосиликатных блоков. Вот вы находитесь внутри помещения. Я нахожусь снаружи помещения. Основная опасность, которая подстерегает нас в доме из газосиликатных блоков, это изменение влажностного режима стены зимой. Дело в том, что зимой в доме тепло. Допустим, плюс 20 градусов Цельсия. Во время, в теплом климате, в теплом воздухе дома пара на 1 кубический метр воздуха при влажности около 50-60% содержится примерно 20 грамм. А вот на улице, когда минус 20 градусов Цельсия, при той же самой относительной влажности 50%, содержится около 2 грамм воздуха, 2 грамм воды. Да, воды. Влажность. Влажность. Мы имеем высокое давление пара здесь и маленькое давление пара здесь. Что делает пар? Тот пар, который идет из чайника, когда он кипит. Ну да, не только из чайника, когда люди дышат. Да. Вот. Значит, пар пытается переместиться там, где его много, и выйти туда, где его мало. Вот это называется давление паропроницания. И вот задача всегда у нас стоит сделать барьер внутри помещения, чтобы вот этот пар как можно меньше входил в стену. И для этого помещение внутри штукатурится. Вы видите вот такие пятна мокрые, влажностные? Да. Сейчас вот нам... Только что грунтовали. Только что грунтовали. Эти стены специально покрывали грунтом. Грунт, он, во-первых, связывает пыль на стене. Вот потому что без грунта стена была бы очень пыльная. И когда мы начнем ее шпаклевать, шпаклевка может начать отваливаться. Но плюс еще он улучшает свойства по паропроницанию. Грунт – это такой клеевой раствор, который все-таки препятствует прохождению влаги. Потом эту стену отшпаклевывают. Покрасят, может быть, краской или поклеят обоями. Лучше, если наружную стену вы будете делать как можно менее паропроницаемую. То есть клеить ее либо какими-то виниловыми обоями, которые плохо проводят влагу. Либо красить краской, которая плохо проводит влагу. То есть если речь идет о санузлах, туалетах, то их облицовывают плиткой. То есть вот здесь мы как можно больше препятствий создаем. Но если мы препятствуем, чтобы влага не попадала в стену, она же у нас здесь остается? Она уходит с вентиляции. Дом, нормальный дом, он должен иметь вентиляцию. Вот когда, Андрей, пар зашел в эту стену, он все равно неизбежно заходит в какие-то трещины и прочее. То здесь у него должна быть обеспечена возможность беспрепятственного выхода пара наружу. Потому что если здесь слой будет еще более паронепроницаемый, чем этот, то тогда пар будет заходить внутрь, будет доходить до наружной стены. А зимой она, соответственно, холодная. И в этой стене всегда есть такое место, которое называется точка росы. Она зависит от температуры внутри стены и от влажности воздуха, который там оказывается. Так вот, самой большой ошибкой, которую можно допустить, это оштукатурить дом из газосиликатных блоков цементной жесткой паронепроницаемой штукатуркой и покрасить его какой-нибудь паронепроницаемой краской. То есть оставив таким образом влагу здесь. Тогда мы запрем эту стену от влаги. И в худшем случае, ну, лично я видел вариант, когда там была сауна в доме, она не была пароизолирована изнутри. То есть она была просто утеплена, а сауна находилась вот в таких обычных стенах. А дом был оштукатурен жесткой штукатуркой и покрашен хорошей краской, даже чуть ли не с блеском, с таким шелковистым. Видно, что она связана чем-то по поверхности. И вот за несколько лет под слоем штукатурки газосиликат просто растрескался, потому что здесь образовывалась влага, она замерзала, расширяла газосиликат. И вот когда ходишь по дому, ты простукиваешь штукатурку и видишь, что в этом месте она уже дышит. Да, где-то можно взбулось. Ее потом сбивали, грубо говоря, делали снова. И это произошло потому, что влага была заперта в этой стене, ей некуда было уходить. Она накапливалась, замерзала, расширялась, штукатурка обрушивалась. Вообще, по большому счету, дома из газосиликата требуют так называемого вентилируемого фасада. То есть газосиликат снаружи должен остаться голеньким, ничем не закрытым, вот таким, как он есть. А по наружным стенам набиваются какие-то рейки. На эти рейки навешивается какой-то фасад навесной. Доски, сайдинг, какие-то керамические пластины сейчас есть в панели. Они могут быть пластиковые из чего-то еще и прочее. И вот смысл в том, что под этим фасадом должен спокойно совершенно свободно гулять воздух. То есть, условно говоря, чтобы влага, даже та, которая пар, которая попадает в эту стену, она свободно выходила и вот отсюда выходила. Свободно, беспрепятственно выходила из незакрытой стены снаружи и выходила, выветривала с ветром, там, влево-вправо, неважно куда. Это вот тот самый экструзионный пенополистирол. Да, подгоревший. Он совершенно паронепроницаемый. То есть, он вот как полиэтилен. И дом, утепленный таким материалом, он выглядит как человек, завернутый в полиэтилен. Если мы утеплим вот эту нашу стену, которую мы нарисовали, вот этим листом, то у нас здесь начнет происходить еще более катастрофическая ситуация. Если штукатурка и краска еще имеют какую-то паропрозрачность, недостаточную, то пенополистирол не имеет вообще никакой паропрозрачности. И здесь вот на стыке стена пенополистирол неизбежно образуется в определенное время зимой, когда температура, вот так называется точка росы, образуется влага, конденсат. И потом люди, я знаю, у меня на форуме писал человек, мы в Сибири где-то утепляем дома пенопластом. Через пять лет мы приходим, отрываем этот пенопласт, у нас там черные плесенеловые разводы и такая жидкая грязная черная жижа под ним. Мы дома, значит, все обдираем от пенопласта хлором, протравливаем еще какими-то дорогостоящими средствами от плесени и потом их штукатурим обратно. Дома из газосиликатных блоков строятся только из газосиликатных блоков. И вся. Это главный и основной, второй постулат нашей сегодняшней программы, который я хочу довести до телезрителей. Никаких утеплений, ничего. И немножко перезаложитесь в толщину блока. Если производитель рекомендует блок 40 сантиметров для нашего климата, построите дом из 50 сантиметров, как сделал вот этот товарищ, и вы заложитесь на дополнительное увлажнение, которое может быть в процессе эксплуатации. Дорогие друзья, в нашем следующем выпуске мы продолжим тему энергоэффективности и, разумеется, продолжим наше путешествие по Ярославской области. До новых встреч на строительных площадках страны.